Девочка пытается вытянуть меч короля Артура. Перейдет. Мы, короче, вчера еле заехали. У Саня хоть полный привод, у меня только передняя. Готовы купаться? Пошли. Это жесть, чуваки придумали игру. Три дня пролетели, и пришло время ехать дальше. Жаль было уезжать из Яблуницы от этого вида и веселой компании, но у нас еще половина путешествия впереди. Я очень хотела заехать в Ужгород, потому что никогда там не была, и город мне представлялся очень романтичным. В чем, кстати, я убедилась. У нас тут немножко лэйзи морнинг. Доброе утро, Сонька. Что значит, Сонька, 9 часов? Я имею право. Не хочется вставать, но нужно идти делать завтрак и гулять по городу. Посмотрим. Старый город. Классно, что сегодня нет дождя, потому что всю неделю льет дождь, а сегодня не будет. Здесь дождя, а завтра мы во Львов едем, и завтра во Львове нет дождя. А все время был. Сонька, это ваша комната? Угу. А ну покажи мне ее. Покажи свои кроватки. У меня это комната. Уля, это твоя комната? Уля, это туалет? Уля, это туалет? Уля, это твоя комната? Уля, ты ошиблась комнатой? Уля. А ну пошли поищем туалет. Уля, вот моя комната. В этот раз мы так часто переезжали, что дети не успевали привыкнуть к квартире, и выучить, где что находится. Приезжали мы вечером, ночевали, а после завтрака сразу выезжали, шли смотреть город и ехали дальше. Мы готовим с детьми с раннего детства. Полина уже может приготовить сама полноценный завтрак, а Соня делает очень вкусные салаты. Уля, кстати, тоже очень любит резать овощи для салата. Правда, половина приготовки съедает. Но это и наш лайфхак, потому что сейчас салаты она не особо ест, а так свою порцию овощей она получила в процессе. У нас, кстати, вид на обратную сторону на тюрьму Ужгородскую. Похоже, нам пора валить. Ужгород сейчас уже не в красной зоне, поэтому мы можем кушать не на вынос и не на заказ домой. Это редкость в наше время. Как я не люблю говорить на камеру. Есть какие-то лайфхаки, как научиться говорить на камеру и любить это? Говорить красиво и отчетливо. И каждое С, Ж, С было слышно, как молоко матери кетет. На Ужгород у нас было всего пару часов, поэтому увидели мы немного, но очень понравилась атмосфера города. Мы сходили в замок. Ребята решили не заморачиваться и так и назвали его Ужгородский замок. На дороге к нему мы развлекали себя поиском одних из 30 мини-скульптурах, спрятанных по всему центру города. Причем скульптуры самые разные. От мини-Эйфелевой башни до крошечного Дэвида Копперсфильда. Как вам замок? Надо внутри глянуть. Да, сейчас пойдем. Сам замок сегодня представляет себя исторический и краеведческий музей. Мы не часто ходим по музеям со всеми детьми. Думаю, вы догадываетесь почему. Но все прошло достаточно гладко, все экспонаты остались целы и невредими. Соня была гидом и показывала Уле самые интересные места в музее. Я тоже чувствую трепет, священные регалии державы. Так близко, что, кажется, можно протянуть... Конечно, здесь очень красивые улочки, нам очень здесь нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что посмотреть во Львове за полдня, Соня? Не знаю. Я тоже не знаю. С нами еще Лера Прилипко присоединилась. Она здесь учится во Львовском институте. Не помню, как называется. Она будет еще учиться 3 года. Что нравится во Львове? Ритм жизни другой. Медленно, быстрее? Не длиннее она. А люди вообще в целом сильно отличаются? Ну, более консервативные. Кто мы такие, чтобы с ней спорить? Ну, мы бы сказали, что люди здесь просто больше уважают традиции, ценят свою историю. И именно это сделало Львов таким, каким мы его любим. Ты сломала половину Львова. Смотри, что ты сделала. Да нормально все я сделала. Соня, возвращай на место. Во Львове куда ни глянь красиво. Мы очень любим архитектуру и узкие улочки с брусчаткой. Белка. Вот. Но так как у нас было всего пару часов, решили посмотреть на все сразу с горы Высокий замок. Тем более, Руслан там еще не был. Готова спать? Нет? А гулять готова? Кататься готова? Да. Мы были во Львове в воскресенье. И так попало, что это был последний день. Красной зоны. Все кафешки были закрыты, а это очень важная часть жизни города. Поэтому мы немного прогулялись по центру, перекусили бутербродами в компании Голубей на площади рынок и поехали дальше. Мы были во Львове 4 года назад, но я что-то забыл, что он настолько крутой, настолько передается атмосфера и дух этого прошлого, всякие лепнина, здания, архитектура. Это, конечно, потрясающе. В общем, город шикарный. Мы вообще хотим здесь пожить какое-то время. Было бы классно. Очень красивый город. Еще один пикничок в поле. Что-то у нас с пикниками в этот раз не очень повезло. Не могли найти нормальное место в горах. Едем сейчас как раз со Львова в Луцкую область к нашим друзьям. Постараемся по дороге проголодаться, потому что готовят какой-то вкусный мега-ужин. Мы немножко подуставшие. Уже хотим домой. Еще пару дней и будем в Киеве дома. И нас ждало всего пару часов дороги к нашим друзьям Пете и Иванке Кровец, Волынскую область. Раньше они жили под Киевом, но пару лет назад решили переехать в село. Нам было очень интересно посмотреть, каково это сменить большой город на сельскую жизнь. У нас особо нет правил за столом, хотя парочка есть. Мы ждем всех, молимся перед едой и стараемся не брать телефоны. А после еды каждый убирает свою посуду. Мы замечательно провели там время и теперь очень ждем ребят к нам в гости. Кровцы, приезжайте побыстрее. Мы давно поняли, что главное не место, а люди. И еще раз в этом убедились. Когда вокруг тебя друзья, везде хорошо. Хоть в Киеве, хоть далеко в Павловке на Волыне. Дом там, где твоя семья. Детям тоже было хорошо вместе. И в день отъезда все плакали и не хотели расставаться. Сонька, ну мы еще приедем, не расстраивайся, не расстраивайся. Путешествие это всегда непросто. Нужно выходить из привычных рамок и мест и делать что-то новое. Нужно понимать, что это далеко не отдых, особенно если ехать с детьми. Но это всегда время вдохновения, перезагрузки и новых открытий. Мы можем наверняка сказать, что в путешествиях наша семья получает самые яркие моменты, которые делают нас сильными. Тело, скорее всего, устанет, но душа точно отдохнет. Грузия в 2021 году. Мы все проверили, попробовали и теперь готовы поделиться опытом и вдохновить вас на путешествие в эту замечательную страну. Куда сходить, что поесть и сколько это стоит в нашем следующем выпуске. Тут такая лестничка непростая. Здесь 800 метров высота и сквозь нас только что пролетело облако. Скажи, это было круто? Чудо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok